Добрый день, уважаемые десятиклассники! А также я рада приветствовать всех любителей химии. Продолжаем изучать класс алканов. И сегодня познакомимся с пространственным строением их молекул. Тема сегодняшнего занятия – пространственное строение молекул алканов, СП3, гибридизация. Сегодня познакомимся с пространственным строением молекул алканов, явлением гибридизации в общем и СП3-гибридизации в частности, с шаростержневыми моделями молекул и скелетными формулами алканов. На прошлом занятии мы познакомились с разными формулами, характеризующими состав и строение молекул алканов. Молекулярные – отображают состав молекулы, структурные – состав и последовательность соединения атомов. Электронные – объясняют механизм образования молекулы за счет общих электронных пар. Но ни одна из этих формул не показывает пространственное строение молекул. В то же время экспериментально было установлено, что молекула метана не является плоской, как это представляется из структурной формулы, а имеет форму правильного тетраэдра, в центре которого находится атом углерода, а в вершинах – атомы водорода. Все углы между связями, их называют валентными, одинаковы и равны 109 градусов 28 минут. Познакомимся со строением молекулы метана более подробно. Образование связи между атомами происходит в результате перекрывания атомных орбиталей. В возбужденном состоянии у атома углерода имеется один электрон на S-орбитале и три электрона на P-орбитале. У атома водорода один электрон, и он расположен на S-орбитале. S- и P-орбитали изначально имеют разную форму. S-орбиталь – в виде сферы, P-орбиталь – в виде гантели. Расположены P-орбитали перпендикулярно друг другу по трём осям координат. При образовании связи атомы углерода оказываются энергетически более выгодно находиться в состоянии, когда все четыре орбитали, как бы перемешавшись друг с другом, становятся похожими по форме и энергии. Такое смешивание орбиталей и называется гибритизацией. Дадим определение понятию гибритизация. Гибритизация – модель, учитывающая смешивание орбиталей, в результате чего они выравниваются как по форме, так и по энергии. Впервые концепцию гибритизации предложил американский химик Лайнус Полинг. Характерная для метана СП-3 гибритизация означает, что в ней принимают участие 1С и 3П-орбитали атома углерода. Как же располагаются четыре гибридные орбитали атома углерода в пространстве? Электронные облака имеют отрицательный заряд. Следовательно, гибридные орбитали должны располагаться таким образом, чтобы электростатическое отталкивание одноименно заряженных электронов было наименьшим. Данному условию отвечает расположение гибридных орбиталей под углом 109 градусов. И действительно, согласно физико-химическим исследованиям, молекула метана имеет тедроидрическую форму. Все углы между связями CH равны и составляют 109 градусов. СП-3 гибритизация характерно для всех атомов углерода, всех без исключения алканов. Каждый СП-3 гибритизированный атом углерода образует четыре ковалентные связи, валентный угол между которыми равен примерно 109 градусам. Наглядно пространственное строение молекул органических соединений можно отобразить с помощью шаростержневых моделей, в которых моделями атома являются шарики разных цветов, а моделями ковалентных химических связей пластмассовые стержни. В предложенном вам примере атомами углерода являются шарики черного цвета с четырьмя отверстиями по количеству образуемых связей, а шарики голубого цвета с одним отверстием – атомами водорода. Рассматривая шаростержневые модели различных углеводородов, можем сделать вывод, что начиная с пропана, цепь атома углерода теряет линейность. В случае пропана она зигзагообразная, а для бутана и других алканов может иметь самую разнообразную форму. В том, что углеродная цепь в молекулах алканов может приобретать различную конфигурацию, нет ничего удивительного. Атомы углерода связаны между собой только одинарными связями. Поэтому вращение атомов вокруг оси связи возможно, так как оно не изменяет перекрывание орбиталей, в чем вы можете убедиться, перейдя по ссылке в QR-коде. Кроме уже изученных нами способов изображения органических веществ, существует еще один, в котором вообще не указываются символы углерода и водорода. Такие формулы называются скелетными. Они представляют собой ломанные линии, отображающие углеродный скелет молекулы. Предполагается, что атомы углерода присутствуют на концах линий, их стыках и сгибах. Такие формулы можно записывать для алканов, начиная с этана. При этом формула этана имеет вид черточки. Формула пропана представляет собой ломаную линию, состоящую из двух прямых. Обращаю ваше внимание, что при составлении скелетных формул для разветвленных углеродных цепей не имеет значения, как вы показываете разветвление, черточкой вниз или вверх. Важно то, от какого атома отходит ответвление. На слайде представлены две скелетные формулы одного и того же соединения, изопентана. Скелетные формулы очень часто используют для изображения строения органических веществ. Их основное преимущество – компактность и быстрота написания. Но самое главное, скелетные формулы дают представление о пространственном строении молекул органических веществ. А теперь предлагаю вам самостоятельно составить скелетные формулы изомеров состава С6Н14. Поставьте видеофрагмент на паузу и приступайте к выполнению задания. Ну что, готовы? Давайте проверять. Всего изомеров будет 5. Один с неразветвленной цепью, два изомера с 5 атомами углерода в главной цепи и два изомера с четырьмя атомами в главной цепи. Для самостоятельной работы предлагаю еще одно задание. Определите, сколько разных веществ представлено на слайде и укажите, под какими номерами вещества будут идентичными. Поставьте видеофрагмент на паузу и приступайте к выполнению задания. Если вы справились с предложенным заданием, давайте его проверять. Вещества под номерами 4, 7, 8 будут одинаковыми, идентичными, так как их углеродная цепь является неразветвленной и состоит из 5 атомов углерода. Также идентичными будут соединения под номерами 5 и 9. Их неразветвленный скелет образован четырьмя атомами углерода. Для остальных представленных на слайде веществ идентичных соединений нет. То есть всего изображено 6 различных веществ. А теперь предлагаю найти среди представленных веществ изомеры. Напомню, что изомеры это вещества, имеющие одинаковый качественный и количественный состав, но разное строение и как следствие разные физические и химические свойства. Для идентичных соединений под номерами 5 и 9 изомерным будет являться вещество под номером 2, так как оно имеет такой же качественный и количественный состав, но строение его отличается. А для веществ под номерами 4, 7 и 8 изомерным будет соединение под номером 6, имеющее такую же молекулярную формулу, а именно С5H12, но иное строение. Мы уже вспомнили, какие вещества называются изомерами. Предлагаю составить структурные и скелетные формулы соединений состава С7H16. Поставьте видеофрагмент на паузу и приступайте к выполнению задания. Итак, для соединения состава С7H16 можно составить 9 изомеров. Один из них имеет неразветвленную цепь. Два изомера имеют в главной цепи 6 атомов углерода. Пять изомеров имеют углеродную цепь, состоящую из 5 атомов углерода, и один из 4. На следующем слайде представлены соответствующие скелетные формулы. Предлагаю сравнить их со своим решением. Итак, подведем итоги. При образовании ковалентных связей в молекуле метана 4 валентной орбитали атома углерода смешиваются и образуют 4 орбитали одинаковой формы. Это явление называется гибритизацией. Для алканов характерна СП3-гибритизация. Это означает, что в гибритизации принимают участие 1С и 3П-орбитали. Каждый СП3-гибритизированный атом углерода образует 4 ковалентные связи, угол между которыми приблизительно равен 109 градусов. Поэтому молекулы алканов не являются плоскими. Так, молекула метана имеет форму правильного тетраэдра. В молекулах алканов легко происходит вращение вокруг связи углерод-углерод, благодаря чему углеродная цепь алканов может приобретать различные пространственные формы. При этом последовательное соединение атомов углерод-углерод в молекуле не нарушается. Строение органических веществ очень часто изображают с помощью скелетных формул, основное преимущество которых компактность, быстрота написания, представление о пространственном строении молекул. Для более подробного знакомства с пространственным строением молекул алканов и понятием SP3 гибридизации предлагаю изучить материал седьмого параграфа учебного пособия по химии для десятого класса. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok